Идея построить свой духовный уголок на территории штаба появилась у руководства 115-го зенитного ракетного полка примерно год назад. После возвращения с учений боевой стрельбы, которые проходили на территории Российской Федерации, у командира полка Олега Коновалова состоялась встреча с протеереем Анатолием Пашкевичем. Предметом беседы стало обсуждение возведения культового сооружения. В итоге весной был залит его фундамент, а спустя четыре месяца в штабе появился киот в честь Христа Спасителя. Я, во-первых, очень доволен, что вот эта идея, которая вязала уже в наших головах давным-давно, все-таки реализована. Еще одну частичку добра мы добавили людям. Сегодня мы все видим очень много зла. Там идет война, там идет воровство, убийство. И человек, проходя просто мимо, обращая внимание, хотя бы на секунду будет задумываться о высоком, о добром. Я считаю, что это хорошо. В торжественном открытии приняли участие военнослужащие, представители городской вертикали власти, а также те, кто пожертвовал средства на возведение киота. Их имена выбиты на благодарственной таблице, расположенной на одном из торцов новой постройки. Освящение культового сооружения провел епископ Брестский и Кобринский Иоанн, который во время церемонии отметил, что возвращаются те времена, когда в каждой части полку был храм и священник, которые своим присутствием придавали моральных сил военнослужащим и помогали им совершать подвиги, защищая свое отечество. Очень часто мы можем видеть, например, в годы Первой мировой войны и до этого, в разных войнах, когда священники поднимали людей с окоп и с крестом в руках, шли впереди всех ради защиты отечества и веры. Поэтому это прекрасно, что люди возвращаются к этим истокам, возвращаются к тому, что есть нравственная, добрая и духовная жизнь. Возведение часовен, киотов и других объектов культового назначения в воинских частях и штабах становится набрещенной доброй традицией, которая, по утверждению мэра города Александра Рогачука, будет обязательно продолжена. Со своей стороны, уважаемый владыка, хочу заверить вас, что органы городской власти города Бреста, районные администрации будут делать все возможное, чтобы таких мест у нас в городе было как можно больше. Потому что человек с Богом, человек с Богом сердца – это и есть примерный гражданин и примерный горожанин. Виктория Драгобецкая, Дат Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.